Витебск В окружении под Витебском оказалось несколько пехотных дивизий противника общей численностью 35 тысяч человек. 26 июня немцы пытались вырваться из сжимающегося кольца, но тщетно. Каждый вносил свою лепту в освобождение белорусской земли. По освобождению города отличился командир саперного взвода старший сержант Блохи. В ходе боя он во главе с группой из шести бойцов саперного взвода первым ворвался на мост через реку Западная Двина. За две минуты до взрыва перерезал Бигфордов шнур и таким образом обезвредил мину. При этом ему удалось уничтожить охранников этого моста. Благодаря спасению моста бойцы смогли продолжить бои и освободить Витебск 26 июня. Из воспоминаний представителей остатки Верховного главнокомандования на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах Василевского. Положение гитлеровцев было явно безнадежным. Окруженным фашистским войскам был предъявлен ультиматум о сдаче. Они попросили дать им на размышления несколько часов. На глазах наших воинов они устроили в своих подразделениях собрания, но решение так и не приняли. Когда время истекло, а ответа о сдаче не последовало, советские войска перешли в атаку. И только тогда фашисты начали сдаваться в плен, почти не отказывая сопротивления. Среди пленных оказалось 4 генерала. Витебск был освобожден. Почти 1100 дней и ночей здесь продолжалась фашистская оккупация, результаты которой были ужасающими. В городе было уничтожено 43 920 жителей, замучено и убито 78 тысяч военнопленных. Войдя в город 26 июня 1944 года, воины-освободители увидели, что столетиями стоявшие здания Витебска превратились в руины. Уцелело всего 4% зданий, а на берегу реки Западная Двина их встретили 118 жителей разрушенного города. 118 оставшихся в живых. Вечером этого памятного дня Москва салютовала воинам-освободителям 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. Советские войска продолжали двигаться с головокружительной для немцев скоростью в среднем 20-25 км в сутки. Субтитры создавал DimaTorzok